Йоханна Борман родилась 10 сентября 1893 года в восточно-прусском селении Биркенфельде, ныне Советск. Внешними данными она не блистала, поэтому к 40 годам оставалась незамужней старой девой. Но неожиданно в ее существовании все изменилось. К власти пришел Гитлер. И уже в 1938 году Борман приехала в Кёнигсберг и поступила на службу надзирательницей концентрационного лагеря. Первое место службы – концлагерь Лихтенбург. Там Борман ввела некоторые виды собственных наказаний для заключенных. Избиение палками, ходьба гусиным шагом до обморока, травля собаками – карцер. За инициативу и «доблестный» труд на Ниве жестокости Борман уже через год была переведена с повышением. Старшая надзирательница в женский лагерь Равенсбрюк. Здесь Борман начала борьбу с беременными женщинами. Подобрав в команду двоих осужденных за уголовные преступления, проститутку Пфани, задержанную за воровство, и некую Клару, она приказала отбирать новорожденных. Затем их топили в бочке с водой и выбрасывали за барак на съедение крысам. И снова начальство Борман заметило, отправив в 1942 году Борман в концлагерь Освенцем. Здесь Борман заслужила титул «Баба с собаками». Ее любимым развлечением было встречать новые партии заключенных с немецкими овчарками и натравливать псов на несчастных. Здесь же Борман придумала жуткое развлечение под названием «селекция». После поверки она проходила по баракам, определяя больных, слабых, а также просто тех, кто по каким-то причинам не понравился. Несчастных отправляли в газовую камеру. Также Борман развлекалась тем, что просто сбрасывала женщин с коек и смотрела, как быстро они смогут подняться. Тех, кто поднимался недостаточно быстро, выводили из барака. Скорее всего, женщин отправляли в газовую камеру, так как, по показаниям свидетелей, больше никто в лагере так называемых «симулянток» больше не видел. В январе 1945-го Борман перевели вначале обратно в женский лагерь Равенсбрюк, а в марте – в Берген-Бельзин. Там же она и была захвачена в апреле британскими войсками. Вместе с другими надзирателями Борман была осуждена и приговорена к смертной казни. 13 декабря 1945 года Борман была повешена в тюрьме города Хаммельн. Субтитры создавал DimaTorzok